Мне прям душа радуется, я прям как сам, как сам, знаете, потомство воспроизвел, прям, в общем, не важно, все, так, градус няшности нужно понизить, смотрим на адский портал, представляем себя, мучение людей в аду, все, все, градус няшности внутри меня понижен, я могу спокойно говорить, больше, больше не смотреть на няшного бычка, не смотреть, ни в коем случае, нельзя, нельзя поддаваться слабости. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 три, через одну, через две, где-то так. Ну, факелов понаставим, в общем, чтобы было посветлей. Чтобы животные мои тут не уссались ночью от криперов страшных и от всего такого, от жути всякой. Теперь сюда еще. С этой стороны тоже поставим. Не знаю, сколько точно надо. Как-то лезть, регулировать освещение. Все. Теперь, значит, калитка готова. Как мы будем проходить? Ну, давайте... Вернее, калитка готова. Забор готов, калитка не готова совершенно. Давайте готовить калитку. Вот. Будет, наверное, один вход. Я думаю, одного входа хватит. Дубовые доски раз. Палка. Дубовый забор. Блин, перепутал. Еще раз. Еще раз. Сейчас. Палка. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Теперь это сюда. Вот. И мы получаем Эврика. Дубовая калитка. Нам их вообще-то надо бы всего-то. Раз. По сути. Да? Ну да. Зачем нам больше, если подумать? Это все... Он выкинул. Я все никак не научусь пользоваться инвентарем, поэтому он это выкинул. Вот. Ставим дубовую калитку. Раз. Можно открыть. Все. Пожалуйста. Вот так вот я могу открыть. И здесь я могу хранить животных. Но перед тем, как я пойду за животными, нужно сделать кое-что еще. По крайней мере, я об этом прочитал. Я не знаю, насколько это правда. Нужно смотреть, что сделать. Вырыть ямку для водички. Вот она. Ямка для водички. Теперь взять... Подождите. У меня есть вообще вот... Я не подготовился. Я кое-что не взял из дома. Я не взял из дома, во-первых, ведро для водички, а во-вторых, мотыгу. Сейчас все это подберем. Где тут ведро? Где-то должно быть. Оно по-любому здесь. Не, оно у меня с собой. Извиняюсь. Ведро с собой. Мотыга. Мотыга, мотыга, мотыга. Кирка. Вот она. Каменная мотыга. Пожалуйста. Каменной вполне хватит. Для того, чтобы обработать несколько кусочков земли. Теперь выходим сюда. Берем... С ведром зачерпываем... Зачерпываем... Зачерпываем. Кому как нравится, так и делайте. Воду. И становимся. И туда вот сейчас ее... Эту воду зальем. Она будет у нас вот там. Так, открывай. Та-дам. Есть. Отлично. Вода есть. Теперь берем мотыгу. Ну, вы уже, наверное, поняли, что я делаю. Я делаю так, чтобы мои коровки, свинюшки и прочая живность не сдохли тут, чертовы матери, с голоду. Вот. Хорошо. А теперь... Где у меня тут? Где у меня тут? Где у меня тут? Было. По-любому было. Семена пшеницы. Отлично. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь убираем семена пшеницы. Берем обычную пшеницу и идем. Идем на поиски коров. Так, вроде бы не темно, да? Вроде меня еще никто не убьет. Черт. Чувак. Ты что, не можешь... Все. Отлично. Смотрите. Жратва растет. Водичка есть. Хотя, я не знаю, может быть... Давайте, знаете, что еще на всякий случай сделаем? Мне тут пришла в голову мысль, что, возможно, мои зверушки захотят просто пить. То есть, они не просто захотят пшеницу, они просто захотят попить. Давайте им дадим попить. Сейчас... О, черт, уже спускается ночь. Я смотрю, темнее, темнее становится. Вон, заходит солнце. Отлично. Ладно, давайте. То есть, ничего отличного. Давайте, в общем, побыстрее делаем для водички. Так. Этого должно хватить с этой стороны. И давайте с этой стороны. Я думаю, я успею. И заливаем. Вот, отлично. Заливаем воду. Теперь... Блин, я должен успеть. Я должен успеть. Я должен успеть. Я надеюсь, что зомби не придут за мной. Ну, дайте мне воду залить. Я хочу хоть с одним совершенным делом отправиться спать. То есть, пусть будет вода готова, корм готов. Все будет готово. Так, отлично. Давай, сюда заливаем. Все. Я думаю, на этом можно успокоиться. Хороший загончик у меня получился. Так, давай. Закрывай дверь. И все закрыто. Все двери закрыты. Ложимся. Отлично. Сейчас мы выспимся и пойдем на охоту за коровами. Только не сразу, наверное, потому что тут сейчас какой-нибудь взрывающийся крипер-зомбак будет на меня. О, кстати, сахарный тростник вырос. Ладно. Это, я думаю, потом. Первым делом коровы. Я закрыл тут все, я надеюсь? Да, тут закрыл. Вроде на пшеничных полях своих я тоже все закрыл. Когда собирал повторно урожай. Хотя могу и ошибаться. Давайте на всякий случай проверим. Тем более, что где-то здесь может быть корова. Все равно вот по пути. Поэтому я вначале попробую привлечь корову. Да, смотрите. Тут все закрыто. Там у меня два входа. Они закрыты. Я это вижу отсюда. Теперь берем, достаем пшеницу. Убираем ведро. И вперед. Значит, я не знаю, как это делать, но если, вроде, насколько я знаю, если пшеницу как-то поводить у коровы перед носом, то жадная, глупая корова пойдет за мной. Где я ее, в общем, и запру. О, отлично. Первый экземпляр. Дружище, привет. Пойдем. О, какая красота. О, я твой друг. Отлично. Это хорошо. Класс. Класс. Она действительно идет за мной. Обалдеть. Я могу за ней не следить. Она автоматически. Погодите. Давайте сразу тогда, раз такое дело, иди сюда. Смотри, ты тоже. Оба давайте. Оба идите. А ты, чувак? Подожди, только один кто-то или как? А, я понял. Значит, только одного. Ну, я должен был это проверить. Мало ли, может, можно сразу двоих взять. Вроде идет за мной. Куда ты идешь, придурок? За мной иди, давай. Давай, му-му-му-ка. Вперед. Я тебя буду звать му-му-му-ка. Тебе нравится? Тебе нравится такая кликуха? Не нравится? Ты серьезный бык. Коров. Не знаю. Э, куда ты пошел? Ты что, в ад хочешь? Не, не. Там моя пшеница. Пшеницу мою не жрать. Идем. Ой. А, да. Это то, что используется для размножения. Так это надо класснуть на еще одну какую-то корову, чтобы она размножалась. Иди за мной, придурок. Смотрите, он уже почти, почти у цели. Мне нравится? Они забираются на эти квадратики. Обалденно. То есть, не надо вообще париться с ними никак. Давай, давай, чувак. Пойдем. Пройдемте. Пройдемте, господин. Ты что встал возле моего стекла? А, еще задрестаешь мне там все. Давай, вперед. Давай, давай. Ну, пошли. Ну, пошли, чувак. Ну, давай, вперед. Чего стесняешься-то? Уже прибыли практически. Что ж такое, а? О, отлично. Все. Он пошел. Давайте сюда его. О, замечательно. Смотрите. И я не знаю, правда, как быть дальше, чтобы он... Все. Вот так. Вот так. Теперь. Теперь один. Один, что называется, уже. Все. 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 Можешь за мной уже не ходить. Чего? Уже без... Вон, все. Теперь вот твоя жизнь. Прости, но теперь твоя жизнь сводится к вот этому кулачку земли. Был когда-то в зоопарке. Я был. Да, зрелище немного печальное, но ничего не поделаешь. В мире Майнкрафта надо как-то выживать. А вот я сейчас смотрю на это и думаю, может быть, все-таки маленький загончик я поставил. Но с другой стороны жратва растет. Давайте ему, наверное, попробуем кинуть как-нибудь. Хотя бы одну пшеницу и посмотреть, что будет. Мне вот интересно. Ну, смотрите. Я беру пшени... Блин, неправильно. Я хочу всего один кусочек взять. А, вот так. Нет, подождите. Один кусочек тупо не берется и все. Давайте хорошо. Давайте... Четыре. Ладно. Давайте ему кинем так. Нет, подождите. Он ничего не... Не это. Жрать будешь? Ну-ка, вот смотри. А, нет, я подобрал просто. Ладно, хорошо. Не будем морочить голову. Видимо, так не получится. Я, в принципе, этого и ожидал, что так... О! Сразу же. Сразу же. Ты прям чувствуешь? Идешь на нюх, да, коровка? Давай, пойдем со мной. Пойдем со мной, моя радость. Сейчас ты тоже будешь. Тебе, понимаешь, новые апартаменты. Классно вообще просто. Я тебе говорю, ты будешь очень рад тому, что... Черт возьми, можешь жить в таких шикарных условиях. Ты только иди за мной. Иди за мной, не стесняйся. Потом еще для овец надо будет, наверное, отдельный загон построить. Так, теперь давайте сюда. Сюда. Сюда, чуваки. Вот, отлично. Молодцы какие. Вот вам тут еда, вот вам тут питье. Все как положено. А теперь, смотрите, давайте попробуем. Раз. Итак, у них у обоих зажглись сердечки. У меня получилось, нет? Так. О! Декарт заработал достижения воспроизводства. Смотрите, как это мило. Маленький корова-бычок, не знаю, бычок или корова. В общем, вообще вы, ребята, быстро работаете. Мне казалось, что на это уходит какое-то время, честно говоря. Я даже не про сам процесс, я хотя бы про то, что, во-первых, никто даже ни на кого сзади не напрыгнул. Каким образом мы, вот, как, как это мне так повезло, что я именно самца и самку нашел сразу, мне тоже интересно. Ну что, бычок пусть растет. А он будет расти у меня на глазах или он как-то за ночь вырастет? То есть, я не знаю. Да что они все ходят за мной? Блин, надо убрать просто эту хрень. Все, идите, давайте. Разбредайтесь по своим делам. Смотрите, блин, у него такая большая, гигантская квадратная башка. Ладно, хорошо. Теперь я так думаю, что, смотрите, один загончик мы, в принципе, построили с коровами. Если я сюда поставлю... Блин, мне прям душа радуется. Я прям как сам, знаете, потомство воспроизвел прям... В общем, не важно, все. Так, градус няшности нужно понизить. Смотрим на адский портал, представляем себя, мучение людей в аду. Все, все. Градус няшности внутри меня понижен. Я могу спокойно говорить. Больше, больше не смотреть на няшного бычка. Не смотреть, ни в коем случае. Нельзя, нельзя поддаваться слабости. Я сейчас должен сосредоточиться на деле. Дело мое заключается в следующем. Я должен также воспроизводить овец. Я хочу еще себе овец. Отдельно. Плюс, да, надо будет, наверное, еще натаскать туда коров. Не знаю, может быть сейчас... Может сейчас, в принципе, и натащу еще. Что, одну-две коровы где-нибудь надо найти. Мне кажется, возле шахты постоянно окучивалась какая-то корова. Я вот прям помню это. Тащи... Вот она. Она все время тут как будто бы. Иди сюда. Видишь меня? Все, пошли, молодец. Так. Давайте. Главное, чтобы она не отставала. Нужно все время за ней следить. Вот так вот надо жопой передвигаться по отношению к ней. Пойдем. Будешь мне мясо зарабатывать. Мясо там, молоко, что-нибудь еще. Давай. Что-то вот эта корова какая-то совсем упрямая. Ее, видимо, надо какими-то альтернативными методами, что ли. Не знаю. Смотрите, она как-то реально долго соображает. Что-то смотрит, смотрит. Это пшеница. Вы же любите пшеницу все. Что тебя не устраивает? Самая настоящая пшеница. Вот. Я думаю, последнюю корову сейчас отведу. Наверное, да? Так. Иди-ка. Иди-ка сюда. Ага. Кстати, можно с помощью... А, не, не получится, наверное. Я хотел сказать, что с помощью этой коровы я мог бы попробовать какую-то еще корову оплодотворить. Но я так думаю, что, наверное, для той другой коровы еще срок не настал. Классно, что он сквозь них проходит. Смотрите, вот, уже три коровы у меня тут торчит. Все, выбегаем. Срочно-срочно закрываемся. Ребята, знакомьтесь, общайтесь. Теперь. Теперь, наверное, надо построить еще. Я думаю, для овец, да? Сейчас посмотрим, где бы выбрать себе подходящую территорию. Давайте, наверное, знаете где? Вот где-то вот здесь. Вот так, чтобы от той двери и до сюда. У меня еще остались дубовый забор. Смотрите, остался. Кстати, его мало. Его реально мало. Надо еще накрафтить. Значит, делаем так. Дубовые. Пойдите. Для забора нужно, чтобы по бокам были доски, а посредине палочки. Точно. Вот так вот это, получается, делается. Но все равно мало получается как-то. Смотрите. Ну, блин, ну что это такое? И теперь здесь 64. Блин, 64. Дубовый забор, пожалуйста. Ну, сейчас посмотрим, сколько выйдет из этого. 28. Как-то это, знаете, это не то совсем. Надо будет еще дерево добыть. Ну, ладно. Это мы сделаем, в принципе, без проблем. А с другой стороны, я даже не знаю. Может быть, и 28 хватит. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот я, значит, начну, пожалуй, где? Вот здесь. Ага, уже 25. Вот как-то так получается. Да? Вот какого-то такого расстояния он должен быть. Так, это разбиваем. Здесь, опять-таки, я думаю, заложить эту срань. Я все равно не буду туда идти. Зачем? То есть я... Если захочу попасть в эти тоннели, я спущусь у себя там, где у меня раньше была, типа... Шах... 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 Шахтенные. Я не знаю, как ее еще назвать. Эм... Блин. Он по одному вот этому... Блин. Ставит. Да что... Куда ты там упал? Давайте еще раз. Вот так вот лубы строят забор. А что вы хотели? Не так все просто. Это великое искусство. Эм... Я думаю, что... Вот еще, наверное, один. В принципе, для овец тоже будет... Для овец будет вот тут отдельно. И я думаю, этого хватит. На самом деле. Потому что... А что туда, блин, надо такого прям? Три, четыре, пять, ш... И смотрите. И для калитки. И вот одного сраного не хватает. Вот здесь вот вполне могут, по-моему, жить три-четыре овцы, мне кажется. Нормально. То есть, учитывая, что... Ну, я тут воду еще... Им будет, конечно, немного тесновато, наверное. Но, смотрите. Те вон не жалуются. Как бы коровы крупнее, чем овцы. Овцы не такие крупные. Вот. Логика шикарная, да? Хорошо. Теперь, значит, две дубовые доски у меня все-таки есть. Я мог бы... А нихрена я не мог бы, блин. Я лучше палок из них сделаю. Пойду сейчас добуду еще дерево. Где у нас дерево ближайшее? Ближайшее дерево у нас вот. Я не знаю, правда, добыл я его или нет. Но сейчас будем смотреть. Давайте. Так. Раз. Два. И сразу найдем овцу. Плюс еще можно будет сделать вообще крохотный, наверное, маленький загончик для курицы. Так, дуб хоть собирается у меня, да. Свободное место для ячейки дуба есть. Это хорошо. Дерево только нет ни хрена, блин. Я не знаю, дерево найти. О, опять темнеет. Да чтоб ты провалилась, говнокусок этот. Солнце, блин, постоянно заходит. Так, не вовремя. Мне дерево надо хотя бы срубить нормально. Дайте дерево срубить. Овца, кстати, по-моему. Ну, мне кажется, что это овца, я так особо не разглядел. Сахарный тростник растет прекрасно. А дерева нет. Все, есть, дерева нет. Вот, дерево. Дерево, это точно дерево. О, смотрите, как его тут много. Все, я пришел. Я пришел удачно. Сейчас я добуду себе ровно так, чтобы меня тут не убили какие-нибудь зомбари. Все это так проскладирую себе. Смотрите, вот того дерева, что я добыл, уже, в принципе, может хватить вполне. И пойду, наверное, вот еще последнее. Пока, блин, ну еще вроде не совсем стемнело, еще никто не нападает. Время какое-то есть. Я помню, в самой-самой первой серии довольно долго я строил свое первое убежище. И все, и уже было темно, но на меня никто не нападал. То есть, времечко чуть-чуть осталось. Последнее дерево срубаю. Я люблю риск. Я не знаю, видите вы это или нет. Блин, твою мать. Но передо мной сейчас муха какая-то пролетела. Прямо перед глазами. Я не знаю, она записалась на планшет. Попала ли она в объектив или нет. Но это, блин, жесть какая-то. Я чуть... По мне, наверное, не скажешь. Я не знаю, я выдал своего страха или нет. Но я чуть не обосрался. Короче, ложусь спать. Воспроизвод... А, да, я же заработал достижение воспроизводства. Я же молодец. Все, лег спать. Теперь смотрите, давайте сразу... Где там мой дуб? Вот он, дуб. Пожалуйста, делаем доски. Сделали доски. Выпрыгиваем. Идем к моему уличному верстаку. И из досок уже, соответственно, будем делать... Так, 16, 16. Смотрите, разбили по 16. Нам нужны что? А, нам нужны... Нам нужны не эти самые, блин. Ну, хотя ладно, черт с ним. Давайте, блин. Да что ж я делаю? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас все будет. Вот что нам нужно. Это мы кладем так. Вот. Калитка долбанная. Все, дубовая калитка. Сейчас я возьму эту сраную калитку и поставлю ее, наконец, сюда. А потом, еще мне сейчас окажется, что не хватает... Да, мне не хватает одной дубовой доски. Вернее, не дубовой доски, а как это называется-то, блин? Ну, в общем, вот этого вот. Сейчас вот этого вот мы сделаем. И поставим. И все, вот, наконец-то. Наконец-то я справился. Бинго! Так. Все, такая калитка открывается. Хорошо. Теперь, что я там делал в прошлый раз? Это я, в принципе, ну... Я думаю, это я выбрасываю, наверное, пока. Хотя нет, нет. Я думаю, что я лучше выброшу что-нибудь. Вот железная кирка. Земля. Земля. Нафига мне земля? Все, землю выбросил. Правильно? Да. Беру лопату. Лопату, калитку сюда кладу. И снова, как я там делал. Значит, во-первых, делаю... Раз, два, три, четыре. Потом... Раз, два, три, четыре. Потом... Раз. И заливаю сейчас сюда воду. Так. Хорошо. А потом пойду за овцами. Овец. Овец тоже надо пригласить. Ух ты. А можно вот этих разводить, интересно, козлов? Было бы тоже неплохо. Хорошо. Бежим. Сейчас быстренько залью везде воду. Приготовлю заранее... Ой. Не туда. Хорошо. Он бы сейчас у меня побегал бы хоть. Ах, блин. Он же проголодался. Он не может бегать, когда он голодный. Все. Теперь может. Хорошо. Раз. Снова. Снова. Снова наполняем водичкой. Они там пьют. Жрут вообще, мне интересно. Я как-то не следил за этим моментом. И последний раз. А потом... Потом пшеница, пшеница, пшеница. Чтобы овцы мои тоже не сдохли тут. Так. Есть. Все. Залил. Теперь берем мотыгу. Где она у меня? Не то, не то, не то, не то. О, господи, как сложно тут понаходить-то. У меня всякого говна полным-полно. А, топор. Подождите, подождите, подождите. Федро где? А где она делась? Вот она, каменная мотыга. Отлично. Ну, она уже почти сломана, но службу мне еще, в принципе, сослужит. Так. О, вот тут уже... Вот уже она прямо дышит на ладан просто, эта мотыга. Нет, нет, нет. Не то, что я делаю. Семена пшеницы, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, не знаю, честно говоря, насколько этичным будет заставлять несчастных овец жить вот в таком вот куцом пространстве, но я все-таки... Ну, мне все-таки насрать, я негодяй. Я хочу быстрее начать разводить овец. Так, идемте теперь охотиться за овцами. Где-то я видел овцу. Так, это корова. Нет, корова, уйди. Корова, ты меня не интересуешь. Я хочу овцу. Курица, смотрите. А на что курица клюет? Что мне, яйцо перед ними надо свистить? В смысле яйцо, в смысле круглое яйцо. Не в смысле, что вот этот квадратоголовый чувак снимает штаны и светит яйцо. То есть я не имел в виду ничего такого, опять-таки, пошлого. Надо... Почему-то в последнее время мне частенько приходится это объяснять, как будто бы я пошлый человек. Хотя и так ясно, что я никогда ни о чем пошлым не думаю, не говорю. А ни одной овцы, блин. Смотрите, одни курицы. Курицы, вон там какой-то кусок мяса. Вот овца, пошли. Так, где там? Я как бы не заблудился. Вот мой дом. Значит, смотрите, совсем рядом, в принципе. Так, первая овца практически готова. Пойдешь со мной. Так, молодец. Так, вперед. Ой, как это прикольно. Не знаю, вот этот вот... Вот этот этап, это одно из самых интересных, чем я занимался в этой игре за последнее время. Вот это вот притягивание животных, приманивание их на пшеничку, это здорово. Так, идем сюда. Иди сюда. Ой, извини, я немножко потоптался в твоей водичке. Ну, не страшно. Все, теперь, что называется, обживайся тут. Будешь тут королем. Будешь тут хозяином. Так, корова не интересует пока. Кстати, как там бычок-то вырос? Ну, смотрите, растет еще. А он, по-моему, чуть крупнее стал, или мне кажется? Не, вроде бы не стал. Не знаю, не могу пока понять, честно говоря, стал он крупнее или нет. Но в любом случае, в будущем станет. Кстати, я вот подумал, что загоны-то у меня чертовски маленькие на самом деле. Блин. То есть, я же планирую большое количество животных разводить. Ну, ладно, мы будем... Я потом их, может быть, вне записи как-то увеличу по объему. То есть, я сломаю одну стену, продлю ее там, например, как-нибудь. Ну, что-то в этом роде проделаю. Хоть одну овцу... О, вот овца. Печально, конечно, то, что я уже предчувствую. Мы будем очень долго с этой овцой идти к убежищу, к моему. Ну, ладно, давайте. Хорошо. Иди сюда, овечка. Так, ну, этот момент, я думаю, будет разумно вырезать. В общем, я ее привел. Смотрите, они обе на меня смотрят непонимающим тупым взглядом. Как будто бы, чувак, ты что, потерялся? Или что тебе помочь найтись? Ну, я не знаю. Реально, вот, мне кажется, что у гопников взгляд дружелюбный. Я уже шутил на эту тему в самой первой серии. Что вот взгляд этих животных не напоминает гоп-стоп. Но это так и есть. Ну, и давайте воспроизведем же, наконец-то, овцу. Та-дам! Смотрим, смотрим. Сейчас маленькая овечка появится. Какая прелесть. Смотрите, как быстро, а. Беременность. Мгновенная беременность. Это суперспособность только у овец и коров в Майнкрафте. Только здесь, только сейчас. Хорошо. Как тут эти поживают? Они хоть жрут что-нибудь, пьют? Не сдохли еще? Ну, вот пшеница одна у вас, кстати, уже проросла, между прочим. Вы уже можете приступать. Видите, бычок по-прежнему бегает. А ну-ка, а я, кстати, могу, наверное, смотрите, еще, в принципе, сейчас. Да? Раз, два. Смотрите, сейчас опять. Опять пойдет процесс. Так, смотри, еще один бычок появился. Блин, вот это классно. Вот этим реально можно заниматься. Я не знаю, сколько угодно. Хорошо. Можно вообще, я вот так подумал, можно сделать теоретически. Это же никто не мешает. Опять эта сраная муха летает, блин. Можно теоретически сделать вообще огромную-огромную плоскость и притащить туда, грубо говоря, 50 коров. И всех их друг с другом спарить. И там будет бегать просто огромное количество бычков. Просто вот прям вот толпа бычков будет бегать. По-моему, прелестно просто. Ну, я, конечно, этим заниматься вряд ли буду, потому что, извините меня, тут даже две коровы привезти не так уж и... Жри давай. Молодец. Не так уж это и просто. То есть, вы сами видели, они постоянно отходят от тебя. Они не хотят тебя слушаться нормально. Вот, опять подглючивает. Мне писали, что сервак, наверное, подглючивает, на котором я играю локально. Я не знаю, что-то подглючивает, в общем. Ну и напоследок, чтобы как-то эффектно закончить серию, я помню до сих пор, что вот это вот место, я его так и не забыл. Это... Я сейчас нахожусь... Так, сейчас, во-первых, напомню, где я нахожусь. Тем, кто, ну, смотрел предыдущие серии, они сразу узнают это место. Туда прыгаем, там внизу сокровищница. Один раз я там потерял все свои вещи. Здесь вот у меня уже с давних-давних времен стоит печь и верстак. Вот, пожалуйста, туннель, ведущий наружу. Вот, это наружу. То есть, наружу, это сейчас покажу, куда. Так, вот, видите. Ну, то есть, я нахожусь в самой первой сокровищнице, которую я вообще нашел. Теперь поднимаемся наверх, и мы можем видеть вот там, вот наверху, видите? Вот эту срань, то есть. Сейчас попробуем туда попасть. Это, конечно, будет, наверное, не очень просто, учитывая, что я... Так, надо вырыть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Не очень просто в том плане, что, смотрите, надо карабкаться всячески, какой-то мостик себе проводить. Давайте это сделаем. То есть, вот мостик такой проведем. Так, назад, отходим. Раз. Раз. Два. Причем, надо быть аккуратным, чтобы меня тут не нагнули хорошенько, пока я этим всем занимаюсь. Так, прыгаем, прыгаем. Так, закрываюсь щитом, если что. Закрываюсь щитом. Мне кажется, что здесь, может быть, что-то будет интересное. Может быть, вообще ничего не будет, но в любом случае, это неплохой способ закончить серию. Я думаю, вы согласитесь с этим. Так, вырываем. Так, теперь, черт возьми, сюда. Немножко волнительно, но уже не так волнительно. Уже чувствуется, что у меня есть опыт. Опыт столкновения с этими сверхъестественными, мать их сущностями, с ранами. Так, ну тут у меня вот по-прежнему, мы можем видеть, что у меня по-прежнему какие-то глюки с освещением в этой игре. Я никак это не исправил абсолютно. И мы видим, что я пришел ни к чему. Ну, в принципе, ладно. Это, по большому счету, было ожидаемо, но на всякий случай проверить я хотел. Давайте все-таки попробуем, может, покопать тут немного. Так, нормально, и посмотрите-ка, куда я выкопался, а? Вот это да! Это я вообще... Так, я хоть увижу свой дом отсюда? Черт возьми, не знаю. В общем, смотрите, ничего особо ценного я в этом месте не нашел, кроме, ну, разве что, ждали же и угля. Да, я же внимательно посмотрел, да. В общем, тем не менее, завершение серии получилось довольно эффектным. Посмотрите, какой прекрасный вид. И самое интересное, что вроде как я тут в безопасности, на меня никто не нападает особо. Ну, а даже если нападут, то я не теряю ничего, кроме угля, правда, дохрена теряю. Кожаные ботинки какие-то, ну, доспехи у меня, как я уже говорил, дырявые, поэтому не страшно. Чуть-чуть пшеницы, всего этого дерьма, это нормально. Вот так вот, вот так вот я вылез. Где-то, где-то, судя по всему, там находится мой дом, я так подозреваю. На этом, я думаю, можно и закончить. Да, я не того ожидал, я ожидал какую-то розсыпь алмазов, конечно же, но не судьба. Не судьба, зато красивый вид. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом, там большое количество плейлистов есть. Ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на нубы выживания мою. Открывайте его, смотрите. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok